Маш, ты не забыла про спор? Нет, ты чего? Ты видела, сколько на нас людей подписалось? Сколько? Вот, на экран выглядела. Подожди, а сколько дней осталось? 78. Друзья, вы творите что-то нереальное. Каждый день подписывается больше 10 тысяч человек. Кто не в курсе вообще, что это было, что сейчас происходит, почему сзади меня висит плакат с надписью «Спор на миллион», я ниже прикреплю ссылку на видео, в котором все подробно рассказывается. А если коротко, то я со своим начальником, своим боссом, эльфом-торговцем, поспорила на миллион рублей то, что до 26 декабря у меня наберется на канале 3 миллиона подписчиков. В начале спора у нас было вот столько подписчиков, и на данный момент вот столько уже подписалось. Но все еще мой канал смотрит вот столько людей без подписки. Это все еще больше, чем с подпиской. Поэтому, друзья, если вы видите, что вы не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, вам не трудно, мне приятно. Подпишитесь, и мы дальше продолжим работать, но только уже с подписанным каналом. Это же бесплатно, ребят, ну пожалуйста. И забыла сказать еще две вещи. Если я выигрываю, то для вас я проплываю 10 метров подо льдом, и мы восстанавливаем новый рекорд России. Официальный. Приедут представители книги рекордов России, и я буду умирать. Hello darkness, my old friend. А если я проиграю, то меня ждет еще хуже наказание, но для вас оно не менее приятное. На свои полмиллиона рублей я покупаю подарки, и 26-го, либо 27-го декабря я выхожу на улицы и вам их раздариваю. Конечно же, этого не очень хочется делать, но если я проиграю, то придется. А с вас прямо сейчас лайк, подписка, и главное, май вас может. Ну а по превью вы все поняли. Это видео повторяя фото блогеров. Я выбрала 4 фотографии известных блогеров, скандальных блогеров, самых моих любимых блогеров и музыкальных блогеров. Скандальные. Инста-самка. Любимые. Анастасис. Катя Клэп. И музыкальные. Арина Данилова. Девчонки, если вы видите это видео, я надеюсь, вам понравится, как я повторила ваши фотки. Всех люблю и обожаю. Ну, кроме инста-самки. Итак, первую фотографию я решила повторять Арины Даниловой. Для этого нам надо красный топ, синие джинсы и мужские накачанные руки. Об этом я не подумала. Ну, мы как бы выстроили кадр. Это единственная белая стена в моей маленькой квартирке. Это еще один повод, почему мне очень надо, чтобы у меня было 3 миллиона на канале, потому что мне очень нужен миллион. Что есть, то есть. На фотошопе буду делать потом белую стену. Мне нужен накачанный чувак. И переодеться. Давайте сперва переоденемся. Все, что нам надо, это вот такие шорты и вот такой топик. Красного я не нашла, как только не искала. Поэтому будем тоже исправлять это на фотошопе. Как бы это не было грустно. Раз, два, три. Фух. Я, конечно, не такая худая, как Арина Данилова. Живот у меня сейчас прикрыт, но я сейчас его открою. Надо найти только накаченного человека. Есть у нас такие? Накаченные люди! Алексей Столеров! Нет, Алексей Столеров не будет. Тут будет просто человек без головы. Я тут еще обнаружила то, что у Арины там губы красные. Я очень не люблю помады, но ради такого готова и потерпеть. Я вообще могла просто голову свою прифотошопить к Арине и не париться. Тут же надо заморачиваться. У Маши не видны волосатые подмышки. У меня деперация завтра. У нас есть фотка. Я ее чуть-чуть подфотошоплю, чуть-чуть фон изменю. И давайте смотреть на готовые результаты. Ну, а теперь мы переходим к следующей фотографии. И следующая фотография у нас Анастаси. Для этой фотки нам понадобится меховая вот такая кофта. Для нее нам понадобится кошка. Собаки у меня нет. И одежда для кошки. И волосы покороче сделать. Ну, волосы покороче мы с вами умеем делать, потому что снимали проверку лайфхаков. Так что погнали на улицу. Мне нужна моя кошка. Сейчас будем делать такие же короткие волосы, как у Настюшки. Кто помнит из какого-то видео, пишите в комментарии. Мы заколем другим способом. Сейчас по длине посмотрю. А, это больно. Это больно. Я не думала, что это больно. Пойдемте на улицу. А, еще не все. У нее была наклейка. Томми джинс. Надо приклеить вот сюда. У меня, конечно, они побольше получились, но ничего страшного. DIY. Как сделать? Дорогой бренд. С помощью бумаги и ножей. Просто распечатывайте логотип и клеите. Мама, у меня есть одежда и стомми джинс. Ложим кошку и идем на улицу. У меня кошка немного загрустила. Кап, нам надо вот это надеть. Потерпи, пожалуйста. Ну, потерпи, зайчик. Сейчас чуть-чуть. Вот, голова. Где там твоя голова? Голова! Ну, потерпи, Зой. Все, смотри. Зато на улице сейчас тепло будет. Эть. Что такое? Что мяу? Ты так мяучишь, как будто тебе что-то болит. У меня душа болит, потому что хозяйка дебилка. Тут погодка не айс. Нет, Господи, пожалуйста, нет! Я бы сказала, совсем не айс. Давай мы тебе капюшон пока наденем, мать. Дойдем до локации и сделаем быстрый фото. Погнали. Мы готовы. Все-таки, что у меня? Она мерзнет, у нее жопа прям мерзнет. Все, пошли. А то котик мой сейчас замерзнет. Друзья, давайте теперь смотреть до-после. Эгоист, эгоист, ты сказала, что я эгоист. Мне кажется, получилось очень круто. А я все еще напоминаю то, что мой канал вот столько людей смотрит без подписки. Друзья, спор на миллион. Май его сможет. А мы продолжаем дальше делать фотографии. Следующая на очереди Катя Клэп. Для того, чтобы повторить фотку Кати Клэп, мне нужна точно такая же толстовка. Она у меня есть. Чистое совпадение. So boring. Бренд офигенный. Не реклама. Бренд моей подруги-блогера. Поэтому спускайтесь вниз. Ссылка в описании. So boring. Все просто. Парик. Носки. И снова распечатки YouTube. Потому что обыскала все. И Алиэкспресс тоже. Там ничего не было. Теперь надо переодеться. Мы натянем как-нибудь ткань. И у нас должно все получить. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Пробуем. Сто слоев двухстороннего скотча. Тебе на рот. А у меня еще были черные полоски, мать. Надо рисовать. Он там черный маркер на столе лежит. Подписчики дарили. Ау. Я не хотела носочки портить. Ой, как он классно рисует. Two hours later. Блин, я ноготь покрасила. Теперь нам надо наклеить YouTube. Туп. Косплей носков от Машмайвы. Все, нам осталось надеть парик. Низ готов, осталось вверх. Сейчас моя голова будет выглядеть максимально странно. Блин, вот только у Кати они более яркие. Вот как теперь это сделать так, чтобы это было похоже на Катю Клэп? Ладно, пойду приведу в порядок волосы. Не пугаться. Я знаю, что парик не похож. Но, короче, эти волосы я не хочу. Что могло пойти не так? Я сломала свет оператору, поэтому у нас сейчас другой свет, и я влипла на 30 тысяч. Это если о плохих новостях. А если о хороших, то мы сейчас будем повторять фотографию, а потом идти на улицу, повторять следующую. Погнали! Насколько это ущердно выглядит? Ну, из 10 на 10. Мне кажется, это будет самая непохожая фотография, хотя я больше всего хотела повторить именно ее. Но, что получилось, то получилось. Давайте смотреть до-после. Следующая фотография, которую мы будем повторять, это инстасамка. Там у нее было очень много дотух. Я пока не придумала, что я буду делать, видимо, рисовать на теле. Так что давайте быстро рисовать, выходить на улицу и делать фотку. Короче, у нашей инстасамки очень много дотух. У меня есть только одна переводная, а все остальное будем рисовать маркером. Вот она у нее на фотографии, вот отсюда вот как-то вот так торчит. Так что давайте делать. Ааа, холодно, холодно, холодно. Не смей. Блин, Серег! Что-то такое. Чьи-то глаза. Тут какая-то белка ее обнимает. Окей, тут надписи. Знаете, как мы надписи будем делать? Вот так. Как инстасамка пилит свой контент, так и я рисую надписи на себе. Я понимаю, что я просто безупречный повторитель. Шикарная стала с рука. Кидала. Ки-да-ла. Снова вышли на улицу. И тут стало еще хуже. Я просто не представляю, как я сейчас в песочницу на детской площадке лягу. Я поняла, там песок сухой, там козырек над ними. А Серега мне такой, вот ты будешь в мокрой в тиске, а там сухой песок. И людей нет, слава богу, дождь. Потому что если бы там были мамы с детьми, это было очень странно, когда бы я снимала штаны. Твою мать, нет, там песок мокрый все равно. Хотя нет, он чуть-чуть суховатый даже. Просто почему тут мусор какой-то, родители, вы что со своими детьми не следите? Жалкая пародия, неповторимый оригинал. И про жалкую пародию я милую эту инстасамку. Ну погнали. Песок, капец, какой холодный. Там листочек не было, правда, в песочке. Я их от фотошоплю. Это правда, мажь. Это правда. Вот что вот так, перед мужиками снимаешься, дай. Очень холодно. Это кошмар. Это просто фейл. Ребят, я вам сейчас показываю до и после. И мне кажется, на этом конец моей карьеры. Смотрим. Ну вот как-то так. Не судите строго, да, я повторила фото инстасамки. Я все еще неповторимый оригинал, она жалкая пародия. А я напоминаю вам про спор на миллион. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До 26 декабря нам надо набрать 3 миллиона подписчиков на канале. А с вами была ваша Маша Маева. Маева сможет. И главное, зритель помни. Тебя любят, и это точно. Пока. Тебя любят, и это точно. Верь в себя, как я в тебя, и следуй за мной. И я обещаю, что для меня YouTube никогда не будет игрой.